Более 30 исследователей представили результаты своих работ в рамках Второй Осиевской международной научной конференции «Российская благотворительность. История традиции личности». Внимание ученых было направлено на освещение традиции благотворительности и меценатства в конце 19-го – начале 20-го века. Все подробности в материале Олеси Кречетовой. Часть научных работ посвящена исследованиям представителей тамбовских купеческих фамилий, истории рода Осиевых и их благотворительной деятельности. Общественный деятель из Абхазии Роланд Гамге занимается исследованием жизни дочери-фабриканта Софьи, которая жила и работала в Сухуми. Удалось найти много ее личных вещей, например, рабочее удостоверение. Благодаря не очень большие кадры у нас в Абхазии, она единственный первый врач-лаборант, детский врач-лаборант была в Абхазии. Очень большой вклад принесла. По сей день вот та самая поколение, которое она воспитывала, они до сих пор ее вспоминают уже о этой поколении. За 100 лет, 120 лет им старушке, они вот вспоминают ее вот с такой добротой, теплотой. В то время те, кто жертвовали деньги, предпочитали не озвучивать свои добрые дела. Это было просто не принято. Если человек уже, сделав добрые дела, получил за это признание и славу при жизни, то он как бы свою награду уже получил. Поэтому очень многие благотворители жертвовали тайно. И в любом списке пожертвований, в любом списке благотворителей всегда очень большое место занимали такие записи, пожелавшие остаться неизвестным, не назвавшие свое имя. Более 30 исследователей, краеведов, публицистов из России, Абхазии, Австрии, Германии, Сербии, Чили представили результаты своих работ. По итогам конференции будет издан сборник трудов. Он заинтересует не только научных работников, преподавателей, но и всех тех, кто неравнодушен к родной истории. Олеся Кречетова, Илья Демин, Александр Щеднов, Область новостей. Редактор субтитров А.Семкин